Итак, это анализ рынка и сегодня 13 сентября 2022 года, время 8.05 по Москве. Рыночный фон на сегодня такой, Азия в плюсе, фьючерсы США ЕС в плюсе, нефть в минусе. Фон в целом позитивный, поэтому ждем индекс ММВБ вблизи сопротивления 2470 пунктов. Но напоминаю, второй день, и также я об этом говорил еще в воскресенье, что в ближайшие несколько торговых сессий на горизонте текущей недели будет оленьих хоровод. То есть участникам рынка покажут, что рынок растет, все хорошо, не переживайте, сейчас будут иксы на рынке. Но, во-первых, я вижу снижение объемов на покупку со стороны крупных участников рынка. Во-вторых, я наблюдаю дивергенцию по всему российскому рынку. Тем самым могу отчетливо предположить, что крупничок-то уже разгружается постепенно. об ту массу, об ту толпу, которую сейчас покупает на активы, акции Российской Федерации, вот в текущий момент времени. Поэтому оленьих хоровод будет продолжаться какое-то время. Начну я, пожалуй, с индекса доллара. И смотрите внимательно. На недельном графике цена пришла на Яма-9. И озвучу мысль следующим образом, что в долгосрочке нас ждет обвал индекса доллара, а локально нас ждет, вероятнее всего, отскок в индексе доллара. Соответственно, отскок я ожидаю, точнее, он уже начинает себя показывать. От уровня Яма-50 107,5 пункта. Отскок невысокий, примерно до 109 пунктов. И у нас 21 сентября будет заседание ФРС США. Тем самым, к этому времени локально, насколько я думаю, покажет. Может, даже не прямо к 21, может, там, условно говоря, к 19 сентября, да, либо к 16. Ну, такие эфемерные даты. Ну, опять же, перед заседанием ФРС, как оно чаще всего бывает. Соответственно, после заседания ФРС, да и вообще, честно говоря, ожидаю, что на грядущем заседании ФРС скажет, что, мол, ставочку мы подняли слишком высоко, доллар слишком крепкий, мы обдумываем на какой-то период времени остановить процесс ужесточения денежно-кредитной политики. Потому что инфляция снижается, согласно нашим ожиданиям, инфляция уже там плюс-минус 7% потребительская, да. Поэтому мы ДКП пока оставим на том уровне, на котором находится. Ну, то бишь, при ключевой ставке вблизи 4% в долларовом эквиваленте. И, соответственно, на всем этом позитиве, в прямом смысле, доллар будет падать. Первая цель падения доллара – это 98 пунктов. Вторая цель – это 89 пунктов. Ну, а третья цель, если уж бог даст, то уйдем сразу с вами на 72 пункта. Это надо учитывать. Поэтому три цели есть. К этим трем целям постепенько будем идти. Соответственно, доллар сейчас формирует большую дивергенцию индекс доллара. И вчера наша редакция съездила, приобрела физические металлы. Прямо подчеркиваю, золото. То есть оно сейчас, в принципе, дешевое. Прямо универсально дешевое. 3 тысячи, по-моему, там 200 рублей за 1 грамм по граммовке. Ну, так вот. Такая вот цифра. Вот, поэтому по мере снижения индекса бакса у нас будут расти с вами цены на сырье. То есть мы ставочку сделали на золото вчера. Да, просто я решил, что буду покупать не… Все-таки не электронные контракты, не ОМС, не фьючерсы. Потому что я понимаю, что у нас впереди будет большое обнуление всей этой системы. И, соответственно, я бы не хотел потерять те бабки, какие, например, я зарабатывал все эти годы в рамках своего активного труда. Поэтому вчера-то и приняли мы решение, что вот давай лучше акцентируемся на физических активах. То есть спред небольшой, да, и, соответственно, потом мы все равно банкирам эти метальчики продадим. Поэтому доллар на хаях, индекс доллара, он будет скоро падать. Соответственно, пара рубль-доллар тоже будет падать. Это неизбежно. И сырьевые товары будут переоцениваться в пользу роста в рамках среднесрока. Ну, а про долгосрочные перспективы, думаю, все понятно. В долгосроке, то есть до конца текущего десятилетия, у нас цены на все сырье кратно вырастут. На факторе, опять же, обвал американского доллара и в переходе на цифровую экономику. То есть с цифровой валютой и т.д. и т.п. Ну и, соответственно, затрагивая момент касательно золота в рублях, надо провести корреляцию, в первую очередь, с валютным рынком. Потому что золото в рублях, оно в первую очередь ходит за валютным рынком. Ну, во-первых, импортные операции в Российской Федерации постепенненько восстанавливаются. Это надо учитывать. Во-вторых, разные компании, ну, причем в разных секторах экономики, начинают постепенненько обадриваться. Ну, то есть металлурги начнут экспортировать свою сталь на Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. Постепенненько к нам будут приходить скоро иностранные ритейлеры. Это турки, есть информация, индийцы, точнее индийцы и ряд китайских предприятий. Вот, экономика будет дальше юанизироваться, скажем так. И, соответственно, по мере выравнивания экспортно-импортных операций, рубль будет постепенненько ослабляться. И цель ослабления рубля, как вы уже знаете, это уровень 75-80, это первая цель. Соответственно, мы с вами видим, что техническая картина одинаковая. Что золото-рубль, что пара рубль-доллар. То есть золото-рубль, цель ее 5000 рублей, 4800-5000 рублей за 1 грамм. Что на 45% выше текущих уровней. Но, в первую очередь, я ожидаю рост вот этого инструмента, золота в рублях, на факторе ослабления рубля. И, во вторую очередь, я ожидаю рост золота в рублях на росте котировок самого золота в долларах, который номинирован. То есть, видите, данного инструмента, который сейчас вырисовывает двойной донышко, золото, на факторе ослабления доллара. Поэтому золото, оно будет сейчас селиться на уровень 2000 долларов за унцу. Ну, просто суммируйте. Ослабление рубля к 75-80, 45% плюс 20% на факторе роста уже цены самого золота. Это золото в рублях по 5800-6000 рублей за граммовку. Но это, опять же, не точная цифра, это эфемерная цифра. То есть, плюс-минус относительная. Поэтому данный фактор в среднесроке мы учли. Вчера такое вот решение приняли. И, соответственно, я, признаю честно, я против любой цифры. Я человек... Давайте говорить откровенно. Я человек советский. Вот. Не в плане того, что я пенсионер. Нет. А в плане того, что ментальность у меня такая. То есть, я предпочитаю трогать, нюхать, влезать все физическое. Ну ладно, это, конечно, шутка была. Но вы смысл поняли. Все физическое мне импонирует. Не электронично, а физично. Потому что я, повторюсь, прекрасно понимаю, что электронично... То, что сейчас нам пытаются преподнести электронные системы во всем мире, да... Извините меня, один геошторм многого стоит. Я про энергетический коллапс, какие будут очень скоро во всем мире. И потом это ваша цифра, она и ноготка не будет стоить. Вот о чем речь. Поэтому, понимая такие тренды, я принимаю такие вот жесткие решения. Но вот на уровне 5000... Ну, даже как 5000... Ну, 5000 округлим, да. 5-6 тысяч рублей за грамм золота в рублях. Будем ли мы там продавать, наша редакция? Посмотрим. 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 Время покажет. Да, линей в марке бренд. Здесь картина следующего характера. Ну, опять же, какая была вчера, такая сегодня и остается. Нефтью я подторговываю, опять же, фьючерсами. Тут, извините меня, баррель нефти купить не получится, потому что хранить негде. Ну, это не суть. Вообще не суть. Так вот. Сейчас нефть торгуется на сопротивление Яма-9, медианы, полосы Больнджера. Ну, вот ближайшие дни будем торговаться на этом эшелоне, когда будет локальный отскок индекса доллара. Локальный, подчеркиваю, прям локальный отскок индекса доллара. То, соответственно, у нас нефть нырнет на поддержку уровня 92.10. Это надо учитывать. В принципе, у кого имеют фьючерсные контракты на нефть на текущем уровне, вот, может поставить стоп-лоссы, да, и двигать их просто по мере роста. Потому что прибыль так иначе надо защищать. Но, опять же, чего я не исключаю в нефти, да, это того, что нефть не допадала еще. Вот затронули уровень 87, но уровень 84-85 еще не затронут. Да, и смотреть на недельный график, то цена сейчас тупо отскакивает от Яма, ну, почти Яма-100 на Яма-9, округлим так. Поэтому от Яма-50 и Яма-9 я допускаю новые продажи, тем самым цель все равно ниже остались. Это, в общем-то, надо учитывать. Пока все это четко в нисходящем тренде. Но, надо что помнить, дивергенция почти себя отработала в нефти, да, и тем самым у нас нефть постепенно готовится к такому большому своему развороту. Это, опять же, вопреки тому Армагеддону, который сейчас озвучился на рынке. Я еще раз повторюсь, когда индекс доллара США будет падать по отношению к валютам развитых стран, у нас все сырье будет резко дорожать, галлопирующе. Поэтому, если пока, ну, опять же, если вы видите возможность, да, вот сейчас, подкупать там сырьевые товары, ну, например, там металлы, еще чего-то, то пользуйтесь. Пока не поздно можете пользоваться. Вот мы воспользовались вчера, по большому счету. Так что это можно, потому что индекс баксом будет дальше падать, даже после локальных отскоков. Время, как говорится, пришло, так или иначе. Далее природный газ. Сейчас идет отскок по недельному графику, ну, на тест клина вот этого восходящего, от уровня медианной полосы Bollinger 7,84. Соответственно, сейчас она на дневном графике отобразила большой гэп, ждем именно сегодня закрытия данного гэпа. На часовом графике у нас также цена вошла в фазу перегреться, на подъема 200, поэтому ожидаю снижения вот примерно сюда. На уровень 8,18-8,20. Соответственно, закрытие гэпа также будет сопровожаться на уровнях 8,18-8,20. Ну, а после закрытия гэпа я бы тут ожидал формирование такое локальное, такое двойное донышко, с целью теста, такого большого теста, данной формации клин. Ну, опять же, помним, что тест это тест, тест тест у розень. Поэтому цель книжек, в принципе, еще остались. В общем, кто торгует локально по природному газу, вот цель закрытия гэпа. Что касается рынка сахара, здесь абсолютная стабильность ценовая, тем самым пока боковик. Нижняя грани боковика 2,4,38, верхняя грани 26. Идем к верхней грани боковика 26. Что касается зерновой культуры, пшеницы, медленно, но верно выходим вверх. Стратегический уровень 1,2 Веры Ганны, медианной полосы Bollinger почти достигнут. Соответственно, локально будем разворачиваться от уровня 925, но локальный разворот, то есть, я имею в виду, локальный откат, это дальнейший штурм уровня 1000. Это надо учитывать. Поэтому по пшенице пока еще будем расти. На пробой уже по дневному графику уровня 100 и ЕМА-200. Диапазон 885 долларов по данному инструменту. Что касается локальных торгов в золоте, серебре, платине и палладе, ну, тут, в принципе, еще раз укажу недельный график. Да, вот, золото, двойное донышко, ЕМА-200, сейчас и конвергенция вырисовывается в золото, серебро, там, платина и т.д. и т.п. Многие, конечно, армагеддонят, говорят, что ему золото конец, серебру конец, ему конец. Но, извините меня, я говорил вам раньше, говорю сейчас, огромное количество столкновений шартистов наблюдается в металлах. И их будут выносить на факторе обвала американского доллара. А обвал не за горами, я еще раз напоминаю. Поэтому шарты – это импульсы. Соответственно, потому что золото, еще раз напомню, верхнее сопротивление – это 2000, это просто, это, знаете, так вот, это ближайший уровень стратегический, два косаря. Выше уровня находится там 2500-3000, а то и выше. Потому что, еще раз, я понимаю, что в долгосроке доллар будет падать, в долгосроке доллар будет по 70 и ниже 70, там, ближе 65 пунктов. Что собой, так сказать, произведет импульс роста цен на сырьевые товары. Это надо помнить. Вот, и, соответственно, по золоту тоже, видите, двойнушечка рисуется. Ну, кто в позиции, как и мы, да, редакция наша по золоту. Ну, высшая цель – это два косаря, по крайней мере, высшая цель. Также золото, повторюсь, будет переоцениваться по мерям девальвации рубля. То есть золото в рублях будет расти на этом факторе. Ну, и золото в рублях также будет расти на факторе роста цены на золото в долларах. Я думаю, вы логику понимаете. Поэтому цель два косаря – это как минимум. Дневной график у нас с вами что по дневному графику? У нас с вами по дневному графику любовь-морковь. По дневке у нас медианная полоса Больнджера достигнута. Сейчас, скорее всего, будет тестирование в рамках локального отскока индекса доллара. То есть сейчас будет, видите, тест. То, что я вам говорил еще в воскресенье. Вот такой вот, в виде двойнушечки. Двойного донышка такого. Так вот, локальный двойной донышка. Вынос. Потом тест. И потом уже такое, видите, распределение вверх будет. Ценовое. Так что, в принципе, цели выше есть. Цели локальные ниже остались. То есть по мере отскока индекса доллара золото и серебро и платина упадет. И только потом уже продолжит свое движение вверх в рамках такого большого среднесрочного среднесрока. Такая вот тавтология. По серебру то же самое. Вчера был лютый шортовый вынос на факторе опять же ослабления доллара. Это только лишь начало, надо понимать. Вот, соответственно, ну, повторюсь еще раз. Долгосрочно, долгосрочно я делаю ставку только на серебро. Оно кратно вырастет, это неизбежно. Ну, спекулятивно может быть среднесрочно, хотя опять же надо подумать на эту тему, если честно. Сделал вчера ставку на золото. Пока только на средний срок. Цель золота в рублях это 5000-6000 рублей за 1 грамм. Вот, дальше посмотрим. Может оставлю дальше даже на более длительную дистанцию времени. В любом случае надо будет над тем подумать. Но на серебро ставку я делаю долгосрочную. Это инвестиционная позиция, которую я постепененько и дальше наращиваю. Ну, когда есть возможность. Недельный график, то же самое, двойное донышко. Цель будет вот здесь, 28.30. Я просто покажу, что на месячном таймфрейме у нас протестирован уже уровень ЕМА-200. Вынос, тест. И дальше ждем большого распределения на уровень 50 долларов за унцию. Полтинник. Этому будет сопровождаться снижение доллара. Ждем, грубо говоря, перехайву данного эшелона. Ну, в рублях, в рублях, в рублях серебро. Оно сейчас стоит 44 рубля за грамм. Соответственно, если брать на горизонт длительную дистанцию времени, то золото в рублях будет стоить и по 140, и по 160 рублей за грамм. Опять же, неизбежно. Потому что и рубль будет обваливаться, да, очень скоро. И, соответственно, он дальше падать он будет. Не то, чтобы обваливаться, скорее просто падать. Приходить к своему справедливому значению 80-90. И, соответственно, серебро, он также будет расти. И поэтому цели находятся базовые вот здесь. 160-160-170 рублей за 1 грамм. А текущий уровень примерно 300% роста. Опять же, долгосрочный долгосрок. То есть, не по щучьим велениям, не по вашему хотению, как говорится. А долгосрочный долгосрок. Об этом я еще в видео сегодня засниму. Поэтому по серебру ожидаю на факторе отскока индекса доллара откатся к этому уровню. Яма 9 и 2-шечки гана. 19 долларов 20 центов. И отсюда уже продолжим свой рост такой базовый. По платине то же самое. Откат у нас будет. Кстати говоря, забыл вам сказать. Шорт обыс находится вот здесь. Яма 100. Диапазон 20 долларов. 50. Сюда вот придем. Вот сюда мы, кстати говоря, и придем. И потом откатимся вниз. Вот на этот уровень. И потом только продолжим свой рост. Это надо учитывать. По платине то же самое. Шорт область здесь. Отскат вот сюда. На однушечку веерогана. 860. И только потом продолжение роста увидим. На цель 1000 и выше. По ладе вчера я говорил, что будет на шортовой области. И он откатывается от шортовой области. 2250 долларов за унцию. Цель Яма 9 и Яма 200. Это диапазон. Ну, диапазон всех плеяд скользящих средств. Вот видите. 236. 293. 285. Там 80 и т.п. Цель отката на эти эшелоны идет. Поэтому это надо учитывать. Соответственно, кто в шортах. Да, по палладию. Ну, прибыль постепенько может фиксировать. Почему бы и нет. По крайней мере, сегодня это уже будет допустимо. Что касается рынка криптовалют. Я преимущественно рассматриваю биткоин эфириум. Я не буду рассматривать сейчас коинбейс. Ну, потому что нет такой возможности. Потому что я им не торгую. Вот. Соответственно, биткоин эфириум. Картина такая же, как и в металлах. Смотрите. Биткоин. Хотя про тему я, наверное, сниму после анализа рынка одно видео. Где более детально про сырьевые товары расскажу. Тут такая же картина, как и в металлах. Потому что, повторюсь, биткоин будет расти к 40 тысячам долларов. К 50 тысячам долларов. Только на факторе ослабления индекса доллара. То есть, видите. Двойнушка. Есть конвергенция. Сидет набор позиций от этих эшелонов. Поэтому цель стратегическая 45-50 тысяч долларов за одну монеточку. В принципе, вам так скажу, криптовалютчики. Если биржи децентрализованы. Если, как говорится, доверие этой биржи есть. Там какую-то сумму можете хранить. Почему бы нет? Вот, например, у нашей редакции счета в Binance открыты. Но, правда, там она под надзором. Есть, как районы говорят. Там и ФНС тоже за ней наблюдают активно. Это же китайская биржа. Но объемчик до 10 косарей долларов там можно хранить. Как вариант. Но, опять же, блин. Опять же, это не инвестиция, как сказать. Да, вот если вы рассматриваете крипту. Не инвестиция, а так сказать, такая спекуляция. Среднесрочная спекуляция. Так что цель, в принципе, повыше находится на факторе коррекции индекса доллара. Локально же есть посмотреть. Ждем. Отскок в индексе доллара. От уровня 107.50. Целью снижения на... Извиняюсь. Отскок на 107.50. От 107.50 на 108.109. И потом будет уже падение на этом факторе биткоин. Локальный падение на Яма-9. 21.100. И потом уже, господин, начнется трендовый разворот в крипте. Это надо учитывать. Эфир. То же самое. Только уже откат предварительно пошел. Биткоин будет за ним сейчас более детально следовать. Яма-9 достигнут. Цель сейчас Яма-50 будет. 1640. Поэтому от уровня 1640. Ждем. Отскок. И на недельном графике также у нас конвер имеется. Вот цель выше 3-3.5 тысячи долларов за монетку у нас есть. По эфириуму. Что касается пары рубль-доллар. Ну, опять же. Про данную пару я также более детально вам выскажу мысли после анализа рынка. В будущем видео, которое я запишу перед началом торгов. По паре рубль-доллар. Вот пока дрейфуем как только можем дрейфовать. Вот так вот будем дрейфовать сейчас. Доза сянется БРФ. Вот здесь будут убивать стопы сверху и снизу. Поэтому будьте готовы. Какая картина была в воскресенье, которую я озвучил, она актуальна по сей день. Только запомните, что в среднем сроке будем катастрофически расти. Ну, то есть рубль будет падать, доллар будет расти. Рубль будет падать ко всем валютам. Даже к валютам стран ЕАЭС. Вот. То же самое и здесь будет по фичу на ей доллар. Сверху убивать, снизу выбивать стопы. Далее пара евро-рубль. Та же самая картина, по большому счету, как и в долларе. Ну, выше, дореугольника выше. Теперь вот так будем за его пределами торговаться. То есть в боковике имеется в виду. А в фич на евро то же самое. В боковике, господа, картина прежняя. Далее пара юань и российский рубль. Точнее пара юань-рубль, если говорить по факту. Так же. Вот так вот. Боковик. Просто боковик. По фичу на юань то же самое. Накопление, выход вверх и боковик. Пока картина прежняя. Ничего нового. Далее индекс РТС и фич на РТС. Ну, вот пришли опять на ЕМА-200. Ждем прокола сегодня ЕМА-200. Выходы вверх. Но помним, что это хорень и хоровод. Дивергенция лютая. Будет двойная вершинка здесь. И потом цена пойдет закрывать свой данный гэп. И на протарговку области поддержки 1200. Мы придем. Ну, то бишь падение от высшего товарища уровня будет процентов на 10. Это не обвал, это не крах, это лишь коррекция. Потому что сейчас тут толпу уже до, так сказать... Ну, короче, дадут толпе поверить в то, что все хорошо. Вот сейчас будем расти без коррекции, без откатов. Да, ну, вот они в это поверят. И начнется расколбас. По фичу на РТС та самая ситуация. Диверы есть, диверы есть. Объемы на покупку падают, падают. Двойная вершинка формируется. Вот. Так что скоро будем падать. Далее индекс ММВБ. И, соответственно, фьючерс ММВБ. Также двойная вершинка формируется у нас здесь. Дивергенция. И, соответственно, выход будет сегодня на 2,470-2,490. Но про ГЭП на уровне 2,300 и непроторгованный область на уровне 2,200 надо помнить. Цели ниже, поверьте. Это олень и хоровод. Но, в принципе, подводя итог, озвучу следующее, что сегодня по широкому рынку российской акции ожидается рост. Вообще по всем бумагам сразу подчеркиваю. Вот такой вот тупор рост. Вот такой вот краткосрочный рост. Олень и хоровод. Вот. Даже в рифм получилось. И потом уже ближе к концу недели, даже к середине концу недели, все встанет на круги свои. Это неизбежно. ГЭП внизу остался. Большегрузы рынка это видят. Они это понимают. И они потом загонят рынок ниже. Поэтому будьте аккуратны в своих позициях. Даже вот мы вчера редакс открыли в СНГ-ПРЕФ. Сургут-Нефтегаз-ПРЕФ. Ланговую позу. И тут что надо? Уяснить то, что цель отскока СНГ-ПРЕФ вот здесь. Вот сюда мы в ближайшие дни, я думаю, перейдем по СНГ-ПРЕФ. Там корень 30 рублей, 30 копеек. И там мы скорее всего будем опять разгружаться. Ну, боковик, конечно, вымораживающий. И поверьте мне, Сургут-ПРЕФ будет расти только на факторе ослабления рубля. То есть на переоценке его валютной кубычки, которая теперь, кстати говоря, в юанях числится. Так что... Ну, прибыль там в районе 5% между днями мы публично заберем, я полагаю. Уже сегодня-завтра. Вот. В остальном, в остальном, в остальном, все по-старому. Рекомендую подписаться тем, кто еще не подписан на все наши медиа-ресурсы, Телеграм-каналы, ВКонтакт-группа и Яндекс.Дзен. Информация, которая выходит там, задержка во время поступает на Ютуб. Поэтому вся тусовка в Телеграме, во ВКонтакте и в Яндекс.Дзен. Все то, что там публикуется, задержка во время поступает на Ютуб. Так что, кто не подписан, рекомендую подписаться. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время и грамотность стратегия, наши главные союзники. Всего вам доброго, удачных торгов и сейчас я запишу второе видео касательно сырьевого рынка в целом. Рекомендую также его посмотреть. Счастливо.